Здравствуйте! Сегодня Лидское телевидение начинает цикл программ, посвященных здоровью. Прежде всего, здоровью детей. Заботиться о нем и предупреждать различные заболевания нам будут помогать лидские врачи и мой соведущий, заведующий детской поликлиникой Сергей Рак. Здравствуйте, Сергей Александрович! Здравствуйте, Вероника! Ни для кого не секрет, что осенью пациентов с ОРВИ у вас и у ваших коллег становится значительно больше. Болеют как взрослые, так и дети? Конечно, с наступлением осени, когда мы начинаем теснее общаться друг с другом, дети возвращаются с каникул, становятся теснее контакты с друг с другом в школе, в детских садах и заболеваемость возрастает. И сейчас уже мы чувствуем в поликлинике, начиная с середины сентября, возросший поток маленьких пациентов. В меньшей степени, конечно, это касается взрослых, но детей это затрагивает все больше. И чем ближе мы подходим к подъему заболеваемости к зиме, к подъему заболеваемости возможному гриппам, тем острее мы это ощущаем. Понятно, что болеют, но в данный момент ситуация под контролем? Да, конечно, в данный момент ситуация под контролем. У нас есть достаточное количество специалистов, достаточное количество детских коек для того, чтобы в полном объеме оказать помощь деткам. Ну и заболеваемость не превышает пока того уровня, который характерен для ноября месяца. В этом сезоне когда стоит ждать подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппам? Обычно заболеваемость возрастает в конце декабря, в январе, но иногда уровень подъема ОРВИ и гриппам смещается на февраль-март месяцы. Обычно это все-таки конец декабря-январь. Как правильно отличать простуду, обычную простуду от гриппа? Видите, мы даже в нашем разговоре, в нашем медицинском лексиконе употребляем и говорим ОРВИ и грипп. То есть грипп занимает особое место среди других вирусных инфекций в связи с тем, что он протекает значительно тяжелее. В англоязычной литературе обычные вирусные инфекции называются обычная простуда, если так перевозить. Это обычный насморк, обычный кашель, обычная боль в горле. Это все обычное. Когда человек заболевает гриппом, можно понять, что что-то внезапно произошло. Мы даже в шутку это называем, как будто бы вас сбил пояс. То есть грипп отличается от значительно выраженной интоксикации. Человеку становится реально просто плохо. Это сильная слабость, сильная головная боль, разбитость в теле, боль в мышцах, сильная головная боль, когда просто хочется лечь, запрокинуть голову, закрыть глаза, чтобы тебя никто не трогал. Высокая температура, конечно же, с первого дня. Это не просто обычная температура 38-38-5, это 39-40. И вот это состояние сопровождается обычно очень скудными катаральными явлениями. То есть почти нет насморка, практически нет кашля первые дни. Они присоединяются только на второй, третий, четвертый день. Поэтому такому простому отличию, когда очень плохо, очень тяжело, с выраженной головной болью, боли в мышцах, в суставах, в глазах и высокой температурой, поэтому можно заподозрить, что это все-таки в первую очередь подумать о гриппе. У нас тоже есть материал о первых симптомах ОРВИ и гриппа и их лечении. Острые респираторные вирусные инфекции грипп – одни из самых распространенных заболеваний у детей и подростков. Каждый год с наступлением осени количество заболевших увеличивается. Если летом к педиатру на прием приходят не более трех-пяти впервые заболевших детей и подростков, то сейчас только с симптомами простуды их бывает порядка 15-20. Хотя большинство обычных респираторных вирусных инфекций – самопроходящее заболевание. Родителям важно с помощью грамотного врача-специалиста следить за течением болезни для своевременного и грамотного оказания помощи и проведения лечения с целью предупреждения осложнений. Простуда, как мы в обиходе называем острые респираторные инфекции, вызывается и грипп, они вызываются разными вирусами. При постановке диагноза мы в первую очередь учитываем, конечно же, сезонность, так как грипп у нас чаще проявляется в зимние периоды, это с декабря по март месяц. В остальные месяцы циркулируют обычные вирусные инфекции. Основные симптомы гриппа – это, конечно же, внезапное острое начало, высокое повышение температуры 38-39 и выше градусов и слабость, головные боли, которые в меньшей степени характерны для острой вирусной инфекции. У ребенка поднялась температура, он стал вялым, появились озноб и насморк, начался кашель. В этом случае, какого бы возраста ни был ребенок, не стоит заниматься самолечением. Родителям следует обратиться за помощью к врачу. Когда температура поднимается выше 38, необходимо вызвать доктора на дом. До его прихода взрослые должны позаботиться о дополнительном количестве жидкости для ребенка. Родители могут дать чай с малиной, компоты, либо морсы. Одно из самых популярных домашних средств от простуды, которое стоит использовать, – это домашний куриный бульон. Ученые изучили его и обнаружили, что он обладает противовоспалительными свойствами, которые могут облегчить симптомы простуды. Это может помочь быстрее почувствовать себя лучше. Обильное питье особенно важно, если болезнь сопровождается высокой температурой. Медики согласны с мнением родителей, что больной гриппом ребенок должен вылежаться, иначе говоря, должен соблюдать постельный режим. Но еще важнее помнить, что больному ребенку свежий воздух для выздоровления необходим еще больше, чем здоровому. Поэтому частое проветривание, поддержание оптимальной температуры воздуха в пределах 18-20 градусов и влажности в пределах 50-70% в период домашнего режима должны быть главной заботой родителей. При хорошем самочувствии ребенку разрешены и прогулки на свежем воздухе. Это поднимает настроение малыша и родителей и ускорит выздоровление. Важно помнить, что грипп опасен своими осложнениями. И вот здесь уже без медицинской помощи не обойтись. Заниматься самолечением или откладывать поход в поликлинику в случае осложнений ОРВИ и гриппа нельзя. Избежать осложнений, кроме правильного ухода родителей, поможет внимательное наблюдение специалиста и правильное лечение. Грипп тем и опасен, что при неправильном и несвоевременном лечении могут возникать осложнения. В частности, такие, как острая пневмония. Она может быть или первичная, гриппозная непосредственно, или же поздняя, то есть уже вирусно-бактериальная, которая возникает через 5-6 дней от начала возникновения гриппа. Также может быть острый ларинготрохиид со стенозом гортани. Осложнениями к осложнениям гриппа можно причислить и в нелегочные осложнения. То есть это сердечно-сосудистые заболевания, которые могут возникать, миокардиты, перикардиты, острая токсическая энцефалопатия. Ну, это, конечно, больше характерно уже для людей старшего возраста, но, тем не менее, может присутствовать и у маленьких детей. Средние атиты, синуситы при правильном лечении и крепкой иммунной системе при вирусных инфекциях осложнений не возникают. По мнению врачей-педиатров, дети-дошкольники могут болеть простудой за год от 8 до 10, а иногда и 12 раз. Несмотря на большую частоту и распространенность вирусных инфекций, чаще всего обычные вирусные инфекции протекают 7-10 дней и благополучно заканчиваются выздоровлением. Иногда покашливание и насморк могут длиться дольше, в течение нескольких недель. Соблюдение рекомендаций и советов врачей, исследование здравому смыслу со стороны родителей помогут уменьшить вероятность как самих осложнений ОРВИ гриппа, так и побочных эффектов от неправильного или ненужного приема лекарственных средств. Сергей Александрович, бытует мнение, что сам грипп не так страшен, как его осложнение. Это верно? Да, можно так сказать. Конечно, грипп потому и выделяется, не только из-за своего тяжелого течения. Хотя, я думаю, что, так сказать, нельзя, что не страшно пролежать 5 дней с высокой температурой, с болью во всем теле, с болезненным кашлем. Но правда еще в том, что грипп отличается своими более частыми и более тяжелыми осложнениями, чем обычная простуда. В первую очередь это для детей, да и для взрослых. Для детей возьмем, в первую очередь, это атиты. Значительно процентов 40, может быть, осложняются атитами. И пневмонии. То есть, вероятность развития пневмонии после гриппа значительно выше, процентов на 60 выше, чем после обычной простуды. Получается, что грипп достаточно серьезное заболевание, и стоит стараться максимально безопасить и себя, и своих детей, верно? Однозначно да. Если от общей простуды не умирает никто, то это самопроходящее заболевание, то грипп чреват смертельными осложнениями. То есть, банально, просто смерть может быть от обычного гриппа. Мы помним 2009 год, который напугал всю страну с эпидемией свиного гриппа, когда молодые крепкие люди могли умирать в течение суток. И грипп опасен своими отсроченными осложнениями, когда человек после перенесенного гриппа умирает не только от пневмонии, он умирает от инфаркта, он умирает от инсульта. Хотя и прививка спасла бы его от преждевременной гибели. А привиться теперь не поздно еще? Однозначно нет. Однозначно нет. Даже сейчас, кто еще это не сделал, обязательно нужно просто поторопиться и сделать это, потому что мы знаем, что для выработки достаточного иммунита достаточно 2 недели. 2 недели достаточно для того, чтобы накопились антитела, которые будут тебя защищать. Конечно, оптимальный период – это сентябрь, октябрь, ноябрь, но можно в декабре и нужно и в январе, и даже в самом начале эпидемии. Если родители сейчас захотят сделать своему ребенку прививку, куда им нужно обратиться? В поликлинику по месту жительства? В каждой поликлинике по месту жительства, где обслуживается ребенок, есть вакцина для того, чтобы сделать прививку. В каждой взрослой поликлинике есть достаточное количество вакцины, чтобы сделать прививки. Есть импортная вакцина еще, чтобы, если кто-то хочет сделать импортным аналогом каким-то, можно сделать прививку. Поэтому стоит просто прийти в школе, в саду, можно просто обратиться к участковому педиатру без проблем. Исходя уже из вашей практики, вы скажите, как считаете вы, вакцинированные дети меньше болеют гриппом, либо вовсе не болеют им? Однозначно да. И даже моя практика – это не показатель, потому что это слишком маленькая группа людей во всем мире. Многие годы постоянно контролируется эффективность вакцинации, берутся тысячи, сотни тысяч привитых пациентов. И в этой огромной популяции сравнивается заболеваемость гриппом и даже заболеваемость ОРВИ. Точно так же и в Беларуси у нас проводится оценка эффективности вакцинации. И доказано, достоверно точно, что привитые люди значительно реже болеют гриппом. Некоторые прививки родители идут и охотно делают своим детям. А вот на вакцинацию против гриппа соглашаются далеко не все. Как относитесь вы к тем, кто против прививок? Очень хорошо заметили, что есть разница между, даже теми, кто охотно делает прививки, есть разница в отношении к прививкам против когульща, дифтерии, столбняка, их называют обязательными. И необязательные прививки против гриппа. Да, грипп чаще всего считают бесполезной или той, которая может, так сказать, проскочить. Да, вот ее, наверное, даже это в чем-то наша недоработка, что мы преподносим эту прививку, вакцину и эту инфекцию как что-то более легкое. Не стоит недооценивать грипп и относиться к этому. Как и отношить к противникам прививок? Вы знаете, у каждого человека есть право выбора. Мы не можем, к сожалению, просто взять и заставить его. Мы не можем их отселить куда-то. Да, они не болеют за счет той привитой части населения, которая и привитых детей, которые создают зонтик вокруг них. Мы также пообщались с лидскими педиатрами и узнали о способах профилактики ОРВИ гриппа. Ангелина, пойдем погуляем, воздухом подышим. Татьяна с дочерью Ангелиной любят бывать на свежем воздухе. Особое внимание мама уделяет прогулкам осенью и зимой. Если для малышки игры на свежем воздухе – это детская забава, то Татьяна вкладывает в них гораздо больший смысл. Нахождение на улице она считает профилактикой простудных заболеваний и гриппа. Гуляем от двух до четырех часов в день. Когда ходим в детский сад, так же стараемся не спешить домой, а погулять немножко на улице. В это время наше помещение проветривается. Живем рядом с лесным массивом и очень часто ходим гулять туда. Медики такую точку зрения разделяют. Самое простое средство профилактики простудных заболеваний и гриппа, по их мнению, это дать возможность ребенку дышать свежим воздухом. В сезон простуд стоит делать семейные традиции – выезд на природу, либо прогулку по парку. Необходимо также систематически проветривать квартиру. Даже полезно спать при открытой форточке, но нужно избегать сквозняков. Осенью и зимой особое внимание стоит уделять и питанию. Меню, насыщенное разнообразными овощами и фруктами, поможет укрепить организм и не так сильно ударит по семейному бюджету, как покупка лекарств. В период подъема заболеваемости питание должно быть максимально разнообразным, более калорийным и содержать большое количество витаминов, микроэлементов, антиоксидантов, которые нужны для нормальной работы иммунитета. Продукты, богатые антиоксидантами, есть и животного, и растительного происхождения. К антиоксидантам можно отнести такие витамины, как А, Д и витамин С. Это основное то, что нам нужно в период подъема заболеваемости. Витамины группы А и Д, они больше содержатся в продуктах животного происхождения. Это кисломолочные продукты, это рыбий жир, морепродукты, ну, растительного происхождения там тоже, может, изюм, грецкие орехи, томаты, красный и желтый перец, цитрусовые. Медики все же утверждают, что лучшая профилактика простудных заболеваний – это вакцинация от гриппа, мытье рук с водой и мылом, и ограничение контактов с больными. Мытье рук, вероятно, лучшее средство в предотвращении передачи вирусов. И держитесь подальше от людей, которые кашляют и чихают, ведь капли могут передаваться на расстоянии до 2-3 метров. А также держите руки подальше от вашего лица, ведь вирусы, которые вызывают простуду, могут жить на поверхности в течение нескольких часов или дней, ожидая, чтобы потом через пальцы попасть в дыхательные пути. Если нет возможности вымыть руки ребенку, можно использовать гели с антисептиком или влажные антибактериальные салфетки. Мы покажем, как правильно помыть руки и для чего это надо сделать. Значит, Лиза, пожалуйста, смачивай ручки водой. С помощью обычного жидкого мыла дозатора мы наносим мыльца на ручки и интенсивно их трём. В течение где-то 30 секунд. Моем полностью пальчики, между пальчиками. Для деток это не только обычное мытье рук, но и навыки двигательные. Моторики лучше развиваются. Маленьких детей мамы обязательно должны научить, как правильно мыть ручки, чтобы смыть полностью грязь. И затем просто обычно споласкиваем ручки под протоком воды, чтобы смыть полностью мыльный раствор. Пожалуйста. Конечно, для лучшего использования это одноразовое полотенце, чтобы мы были удовлетворены тем, что все наши микроорганизмы будут уничтожены в мусорное бедро. Не стоит забывать и о слизистой носа. Как и во всём, к этому необходимо подходить со здравым смыслом. Здоровый ребёнок не нуждается в ежедневном промывании носа. Только в период подъёма заболеваемости при наличии контактов с потенциальными заболевшими, возможно вечером после возвращения из детского коллектива промыть его. Для увлажнения подойдёт как обычная вода с солью, так и готовые препараты на основе морской воды. Многие из них сделаны в виде спрея, что очень удобно. Что касается гриппа, то один из наиболее эффективных методов защиты от него – вакцинация. Вирус гриппа мутирует практически ежегодно. Вырабатываемый иммунитет держится около 1-2 лет. К тому же каждый год эпидемия может вызываться разными, иногда принципиально новыми штаммами гриппа. Поэтому медики рекомендуют прививаться ежегодно. Компания по вакцинации детей от гриппа началась в Беларуси в конце сентября и продлится до декабря. Привить ребенка можно в детской поликлинике, в детском саду и школе. Ежегодно проводятся исследования на разных территориях и определяются группы вирусов, которые будут циркулировать в данном регионе. И на основе этого производители как бы подстраивают вакцину под определенный регион. Именно поэтому прививка от гриппа должна быть ежегодной. Для того, чтобы сделать прививку от гриппа, достаточно обратиться к своему участковому педиатру. Врач осматривает ребенка, делает заключение и разрешение о возможности делать ему прививку. И все, мама с ребенком отправляются в прививочный кабинет. Дальше после прививки нужно наблюдение в течение получаса медицинскими работниками. И в течение трех дней наблюдаем за реакцией на прививку. Как правило, детки переносят ее хорошо. Никаких реакций не бывает. Вакцинация работает, и это факт неголословный. Это подтверждает статистика. Так что защитить ребенка от гриппа можно. Главное, чтобы родители имели необходимое знание в этой области и не отказывались от прививки. По поводу ОРВИ и гриппа существует очень много мнений. Некоторые из них действительно правдивые, а некоторые можно отнести в категорию мифов. Давайте с вами разберемся. Вот многие мамы, когда видят, что дети начинают болеть, болеют все чаще, когда ребенок начинает кашлять, появляются первые симптомы простуды, они надевают на детей чесночный обуз. Эффективно ли это? Что вы скажете? Наверное, их эффективность носит чисто психологический характер и помогает маме ощущать какой-то психологический комфорт, что она что-то делает для защиты ребенка. Но полагаться сильно на это не стоит, потому что мы не видим эффективности и результативности этого. Сколько же нужно этого чеснока, чтобы оградить себя от простуды? Преально столько, что общаться с вами мы бы не смогли. То есть это был бы убийственный запах, который просто непереносим был. Нет, полагаться на это не стоит. Более эффективны в передаче вируса от одного человека к другому обычные гигиенические мероприятия, про которые мы забываем. Это одноразовые платки. Не чихать и не кашлять в руку, а кашлять в локоть. Уменьшить себя, то лучше вообще исключить в период подъема заболеваемости какие-то рукопожатия, объятия и все, что позволяет держать дистанцию между больным и здоровым или потенциально больным и здоровым. И, безусловно, одним из самых важных это мытье рук. У нас почему-то игнорируется это проветривание и увлажнение воздуха. В детских садах воспитатели боятся открыть из-за угождения родителям боятся открыть окна, проветрить, создать прохладный, влажный воздух. А в движущемся прохладном, влажном воздухе вирусы живут значительно меньше и меньше распространяются, чем в стоячем, теплом, спертом воздухе. У нас еще есть парочка распространенных мнений о гриппе. Давайте посмотрим. Все урви от холода. Это, конечно же, миф. Наибольшая вероятность заболеть это поймать вирус. И не важно, в шапке вы или без. Однако, холод и урви взаимосвязаны между собой. В холодную дождливую погоду мамы, либо воспитатели детского сада, чаще всего оставляют деток либо дома, либо в саду с закрытыми окнами и включенным отоплением. Конечно же, при высокой температуре и низкой влажности создается условие для размножения бактерий и вирусов. И чаще всего при таких условиях дети заболевают. Антибиотики лечат ото всех вирусных инфекций. Это, конечно же, миф. При любой респираторной вирусной инфекции антибиотик не нужен. Во-первых, он не лечит, как таковой, а во-вторых, способствует, наоборот, размножению бактерий и вирусов в организме. Многие жалуются на боли в горле и лихорадку. И, конечно же, просят антибиотик для облегчения состояния. В данном случае также антибиотик не поможет. Во-первых, боль в горле вызвана вирусами и бактериями. Антибиотик не нужен. А лихорадка это просто защитная реакция иммунной системы. Во время болезни нельзя гулять и мыть ребенка. Это, конечно же, миф. Главное опираться на состояние малыша. Если ребенок поправляется, чувствует себя лучше, конечно же, вдыхание холодного воздуха наоборот облегчит его состояние и позволит побыстрее поправиться. Купать, конечно же, можно. Наоборот, при купании очищается кожа ребенка и, соответственно, вода выводит токсины. Это была программа «Здоровый город» с моим соведущим Сергеем Раком. Мы сегодня говорили о простуде, гриппе и их профилактике. А если у вас есть вопросы, касающиеся здоровья, вы можете размещать их на личной странице нашего доктора в социальной сети ВКонтакте. И на наиболее актуальные вопросы мы дадим ответы в нашей программе. Берегите себя и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова